Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, институт сельского хозяйства Немчиновка, институт лесоведения и Центр информационных технологий в проектировании РАН, Федеральный научный центр овощеводства. На территории Одинцовского района расположены пять учреждений, сотрудники которых могут считать День российской науки своим профессиональным праздником. У нас живет много людей, связанных с этой отраслью, которые каждый день своими руками, своими мозгами двигают науку. И дело не только в близости к Москве, к Сколково. У нас в районе еще с советских времен богатые научные традиции. Здесь работают научные организации с очень большой стоимостью. Деятельность сотрудников научных институтов не только движет прогресс вперед. Их разработки позволяют увеличить доходную часть бюджета. Правда, при условии, если они нашли практическое применение. Такие круглые столы – это возможность наладить взаимодействие государства, науки и предпринимательского сообщества. Важнейшим аспектом развития экономики является взаимодействие государства, науки и бизнеса. И как эффект этого сотрудничества, безусловно, кумулятивное и синергетическое развитие, инновационное, инвестиционное. И также мы рассчитываем получить дополнительные доходы бюджета на наши ценные программы. Возможность наладить деловые контакты – еще одна из задач таких круглых столов. Среди гостей на торжественной встрече представители не только научных центров, но и аграрных предприятий, служб озеленения и торгово-промышленной палаты района, которая поставила перед собой амбициозную задачу – донести результаты трудов местных ученых до предпринимателей. Мы живем в рыночных условиях и понимаем, что от полноты использования результатов научного труда в повседневной жизни, что приносит, естественно, вознаграждение, коммерческое вознаграждение, без этого полноценного развития фундаментальной науки, к сожалению, не получается. Завершился круглый стол дискуссии на темы, которые сейчас больше всего волнуют ученых. А таких оказалось немало, поэтому подобные мероприятия решили проводить чаще, а не только раз в год по случаю профессионального праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова